В долине соприкосновения чуть больше километра. Отсюда видна разрушенная гостиница «Полёт». Улица Стратонавтов разрушена. Здесь не осталось ни одного дома или здания, которые не пострадали от обстрелов. Православный храм святителя Игнатия Брянчанинова был построен ещё в начале 90-х возле Донецкого аэропорта. Он очень сильно пострадал в результате обстрелов. Были разбиты купола, пробита крыша. Повреждения получила воскресная школа и трапезная возле храма. Благодаря помощи неравнодушных людей удалось сделать ремонт. «Прежде всего, я хотел бы всех православных Донбасса поздравить с праздником, с днём встретения Господа нашего Иисуса Христа. И нам к празднику сегодняшнему сделали настоящий царский подарок». До сих пор, несмотря на перемирие, здесь находиться небезопасно. Из-за прилётов снарядов здесь повреждены линии электропередач, которые постоянно ремонтируют сотрудники республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания». «Построена полностью новая линия для того, чтобы запитать не только посёлок, но и храм. Попадания нанесли огромный ущерб храму. Наше предприятие восстановило подстанцию существующую, по ней можно непосредственно увидеть, она в осколках, в прострелах, ну и было приведено в порядок. Ну, также, коль уже взялись за работу, сделали электроснабжение внутреннее, проект сделали, ну и, естественно, его осуществили». Во время проведения работ по восстановлению линии электропередач, украинская сторона периодически открывала огонь по району аэропорта. «Мы находимся фактически полтора километра от линии разграничения, поэтому, ну, тут уж дня, день от дня не приходилось. Иногда приходилось и сворачиваться, и раньше уезжать». «Запустили ТПшку, которую мы не могли ещё до войны. Было столько припонцев, столько было всяких проволочек, столько препятствий. Мы в мирное время не могли запустить её в работу, потому что ДТЭК и же с ними чинили нам, ну, просто неимоверные препятствия. И, как оказалось, всё это можно было сделать быстро, хорошо, качественно, как сделали это сегодня. Благодаря, конечно же, усилиям главы Александра Владимировича, министра энергетики Эдуарда Ивановича, вот, и Смирного Андрея Юрьевича, и множество-множество ещё людей, которые здесь работали. Я и всех поимённо не знаю, конечно, но всем хочется сказать большое спасибо и, ну, если неземно, то низко поклониться. У нас здесь действительно была катастрофа, и много раз осколками посекали и отсекали полностью вот эти все воздушные наши линии, и было здесь множество всяких прямых попаданий, здесь у нас всё уже было поплавленное, разбитое, посещённое, и всё работало буквально, ну, потому что это храм Божий, и всё это, всё это Господь и держал. Но на самом деле, когда электрики приехали сюда и посмотрели, что у нас делается внизу в подвале, они сказали, здесь не только работать, здесь находиться страшно, просто заходить сюда страшно. Но несмотря на сложные погодные условия и на угрозу обстрела, энергетики успешно закончили работы по подключению. Марина Ерёмченко, Илья Летодиани, Новороссия ТВ.